Вот я и на Кайзасе через столько-то много-много месяцев. Как я хотел попасть в золотую осень, ну а попал в серебро. Кстати, тоже я мечтал об этом, чтобы вот так вот проплыть по реке. Все берега были уже запорошены снегом, и я сколько лет пытался это сделать, но попадал все так, что река уже была скована льдом, а снега-то еще не было. А сейчас река печет, снег лежит. В общем, это редкий случай. Сейчас я намерен сделать маленький круг, то есть проплыть по Кайзасу, немножко по Барзасу до Рудниковки и вернуться вот сюда. Ну и заночевать здесь. В общем, не знаю, как получится, что-то я совсем какой-то стал неуверенный в себе. И очень сказывается долгий перерыв в моих походах. Очень долгий перерыв. Я уже забыл, как все это делается. Собирался-то, как и я долго. Просто вообще ужас. И все-таки одну вещь я забыл. Это кружку. Кружку забыл. И тарелку, кстати. Зато ложку не забыл. Она у меня всегда с собой. Ну что, надо сейчас накачать лодку и в путь. Ну вот, не прошло и 10 минут. Вот, водка готова. Только силой своих легких. Сделал, кстати, заодно вентиляцию легких. Этот поход я посвящаю Вадиму. Вот уже 12 дней, как и его с нами больше нет. Он очень любил Кайзас. Мы как-то с ним сплавлялись. Примерно в это время вот так вот снежок был. Мечтали с ним о таком сплаве по первому снегу. Да. Съ快ом. Примерно в это время. Примерно в это время. Вот. Да. И я пока. Примерно в это время. А пока. Да. вот что осталось у меня от вадима светлая память конечно коньяк бочка гранат корки 18 0 4 20 ну вот наконец я протестирую свою новую видеокамеру dji osmo pocket стабилизатор изображений вот как он работает очень сильно нос лодки снует при этом этот osmo pocket удерживает картинку в центре ооо блин сейчас переползать придется я сейчас очень сильно дергал очень сильно дергал лодку переползая через бревно и обратите внимание на стабильность картинки кстати очень контрастная сегодня погода в плане освещения и поэтому это очень хороший тест цветопередачу на в общем на параметры видеокамеры как она пишет картинку на ее матрицу очень хороший тест как она работает в тенях отрабатывает ли свет все можно оценить очень хороший тест кстати тест на звук я сейчас специально говорю громко чтобы меня слышно было я не знаю как она записывает звук я вот не пойму сейчас башка вертится она камера работает в режиме преследования вот что она преследует я не понимаю башка вертится нос лодки снует туда-сюда и она в такт вертится но при этом на чем она фокусируется я не понимаю то ли на моей харе то ли вообще просто держит типа не знаю чего держит вообще отвернулась от меня очень странно вперед получается интереснее снимать я подумал интересные кадры будут получаться если я на себя ее направлю селфи она меня захватит и будет удерживать она что-то на берег целит что за ерунда такое ощущение что она какой-то там азимут поймала и смотрит туда у чё там чё ей там надо чё там белый снег блин эй эй я здесь лови меня так квадратик увидеть эй 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 рожу мою отслеживать блин скотина не ни хрена что тут не работает меня смотри может надо в настройках покопаться там у меня из кадров из кадра теряет теряет в общем нужно какой-то режим попробовать выбрать другой а там да там есть какой-то там есть преследование фиксированный угол и типа сэлфи какой-то ну-ка сейчас сейчас так ну вот я выбрал какой-то режим непонятный камера установилась какое-то положение я вот рожу в свою туды-сюды она не реагирует вообще никак сейчас попробуем в этом режим в общем башкой она продолжает вертеть не знаю ловит она меня в кадр не ловит в общем я должен оставаться если она меня ловит я должен в центре оставаться моя халя должна быть по центру но я вижу себя что я перемещаюсь в кадре от края до края в общем хрень какая-то не знаю не очень это все нравится кстати я не знаю слышно ли то что я говорю нет а то все насмарку пойдет весь этот тест придется потом комментировать отдельно все что я снимала все что я пытался сделать ой красотища то какая и погода просто шикарный я ее ловил эту погоду вот этот денек это буквально день будет завтра уже будет пасмурно пойдут дождики а потом там уже снег пойдет и там вообще непонятно как начнутся морозы кайзас застынет и там все-таки осень замечательно во всех своих стадиях так скажем золотая осень шикарно и поздняя осень тоже есть ней свое какое-то особое очарование вот только нынче выдалась осень очень ветреная кстати по этой причине из-за этих ветров в общем-то я долго вроде и погода без дождей солнышком но ветреная и поэтому я все походы откладывал откладывал и сегодня достаточно ветрено ветер там по верхушкам шумит а я все-таки хотел насладиться вот этой тишиной тишиной настолько тихой вот в это время она просто настолько тихая бывает сейчас вот этот шум ветра немного как бы портит впечатление так вот эти вот капающие капельки в речку в полной тишине это просто фантастика такие звуки красота выключить надо вот выбрал третий режим сейчас попробуем в нем поснимать так ну-ка мою рожу поймай вот он я вот-вот давай ну чё ты вот куда ты вверх своей башкой тупая вообще тупая короче не вижу я никакой разницы между этими режимами башка вертится но блин вертится и вертится чё она чё она пытается удержать в кадре я не понимаю я просто не понимаю стабилизатор хрен ну в этом режиме она можно вот так изменять угол наклона вот и он так будет держать сейчас я снимаю небо сделаем танец не могу разобраться какая-то хрень почему-то появилась ограничение три минуты запись чё за фигня то ли с картой чё-то связано не знаю не знаю не знаю не знаю Да, теперь стоит Назвать эту стоянку Именем Вадима Не просто 26 километр Потому что эту стоянку В принципе, он и открыл Нашел О, смс-ки так и сыпятся Субтитры создавал DimaTorzok Островок Вот я проплываю Мимо островка Сейчас я проплываю под елкой Которая вечно падает Аквапарк Здесь бобры развлекаются На жопе скатываются В речку Это точно Ох, любят Повеселиться Покувыркаться Это бобровый аквапарк Ох, бобровый аквапарк Бобры-то обглодали как Да, поработали Поработали Стартовал я в 11 часов Два с половиной часа В общем, я был в пути До слияния Ну и здесь мне осталось Минут 40 До Рудниковки Вот слияние двух рек Немного размяться надо Кедр и береза Падают вместе В обнимку Вот тебе раз Сколько по Барзасу плавали Ну такого Такого не было Никогда Жопа Вообще От этого какие-то Невероятные ощущения Мне сейчас Звонили с работы Я тут По какой-то таежной речке Такой Грибу Тут Наслаждаюсь Тайгой Вот этими видами И тут мне звонок Я разговариваю Там решаю какие-то дела Ну это что-то какая-то Блин Что-то нереальное Что-то с чем-то Непонятно Какие-то ощущения Чего-то невероятного Это точно Но меня сейчас В кусты прибьет Вот такие дела Но правда Это Я вот сейчас подумал О том Что мне звонят Я там Какие-то Рабочие моменты Решаю По работе А сам сижу Вот В своем каяке Вернее По крафте И сижу в нем Посреди тайги Прямо Это новая какая-то реальность Она мне нравится Нет Не совсем нравится Вот эти звонки Конечно Они Раздражают Я от них убегал А Меня тут достают Даже здесь достают Ну что это такое Так Сплав завершен Всего я был на воде Три с половиной часа Около трех с половиной часов От моста Через Кайзас До Рудниковки Вот Дорога Там Рудниковка Так Время Три часа Десять минут Я собрался Семь километров До Кучумы Так Пойду посмотрю На Барзас Ну все До будущего года До свидания Барзас Пец В Рудниковке Есть связь Не только что Звонили с работы В этом чистом поле В этой красоте Есть сотовая связь Похоже Что-то Что-то сделали Поработали Где-то поставили вышку И она бьет сюда Связь добивает До Рудниковки Эх А красотища-то какая Особенно Вот там вот Вид обалденный С Рудниковской горки На долину Барзаса Я подхожу К Кучуму И так Остался один километр До конечной точки Маршрута До точки От которой я и начал Своё мини Путешествие Путешествие Пошёл и воду забыл Переночевать Переночевать Я решил В следующий раз Что-то Нет сегодня Настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok